Здравствуйте все! Сегодня мы с Олипак продолжаем нашу рубрику «Как же нам помогать друг дружке через сообщество?» И она покажет, как это делать не на компьютере, а на телефоне. Оленька, здравствуй! Здравствуй, Ирина! Покажи, пожалуйста, как на телефоне мы могли бы помогать друг другу через рубрику «Сообщество»? Хорошо, сейчас давайте сюда, сейчас зайдем на YouTube-канал, заходим сюда, не в творческую судьбу, а именно вот сюда. Так, подожди, то есть ты хочешь сейчас показать, как будешь делиться на телефоне моим плейлистом? Да, я правильно поняла? Нам примерно нужно поделиться ссылкой Ириной Тюниной. Нажимаем вот сюда на окошко, находим в мой канал. Дальше захожу на плейлист. Нахожу Ирину Тюнину, выбирая «Колыбельки». Так, вот я выделила здесь, для того, чтобы показать вам. Вот у нас вышли плейлист Ирины. Я нажимаю на эту стрелочку, для того, чтобы поделиться. Нажимаю на нее, дальше копирую ссылочку, дальше смотрю вниз. У нас здесь есть плюсик. Нажимаю на плюсик. Нажимаю «Опубликовать запись». Так, вставляю сюда ссылочку. И у меня вот плейлист сюда, видите, встает. Сейчас немножко сделаю для спонсоров, для того, чтобы потренироваться. Далее, вот здесь можно настроить для спонсоров. А здесь настраивать уже, если планируете опубликать по времени. Вот здесь можно вставлять фотографии. Здесь можно сделать опрос. Так, ставили ссылку. Теперь можно написать текстовку. Я сейчас немножко опущу вниз, для того, чтобы можно было написать. Так, напишу побыстрее немножко, чтобы не занимать ваше время. Так, вот и она у нас опубликовалась. Сейчас смотрим, посмотреть. И видите, у нас все то, что мы наставили. Плейлист полностью загрузился сюда для спонсоров, чтобы никто не видел. А здесь вы видите уже, что это уже плейлист. Таким образом можно делиться плейлистом. Да, а скажи, пожалуйста, вот смотри, сейчас ты плейлистом показал, как делиться. А покажи, пожалуйста, как на телефоне делиться, в рубрике «Сообщество» делиться видео другого человека. Хорошо, сейчас покажу. Видео вообще быстро делается. Сейчас зайдем на видео «Твое». На любое какое-нибудь нажмем. Вот здесь у нас есть кнопочка «Поделиться». Нажимаем на нее. У нас есть новая запись. Выделяем ее. Я тут выделила. Нажимаем. Дальше у нас, как обычно, встало видео. Мы просто вводим текстовку. Я не буду писать, чтобы побыстрее все было. Выбираю для спонсоров. Для того, чтобы пока не показывать, а для тренировки. Нажимаем «Опубликовать». И у нас автоматически она опубликовалась. Можно посмотреть. Здесь вы видите, то, что мы сейчас опубликовали, у нас вышло. Вот эти все публикации находятся у меня в сообществе, с которыми я сотрудничаю. И это видео хранится в течение недели, насколько мне сказали. Таким образом, это делается. Класс, супер. Оля, а помнишь, ты говорила, что можно с телефона пять фотографий разместить в сообществе? Что, типа, с компьютера одну фотографию, а с телефона пять. Покажи, пожалуйста, как на телефоне, как использовать телефон, можно поделиться в сообществе пятью фотографиями. Так, нажимаем «Опубликовать», нажимаем «Фотографию». Выбираете у себя в папках любую фотографию, которая у вас есть. Нажимаем «Далее». И у нас все фотографии загружаются сюда прям. Текстовку вводите такую, которую вы хотите вписать, например. Там пожелания какие-то определенные. Ну, все то, что вы делаете обычно в постах. Дальше нажимаем. Я пока, как обычно, делаю для спонсора, чтобы пока никто не видел. Так как это у нас тест идет. И вот у нас все уже опубликовалось. Видите, здесь, да? Все, первое, то, что я загрузила, здесь все видно. И вот эти фотографии как раз идут. Здесь можно описание, как обычно. Вот так добавляются эти фотографии. Класс! Класс, здорово! Вот, еще один пунктик остался. Это как использовать телефон в сообществе сделать опросик. Давайте сейчас покажу, как делать опросик. Здесь списывайте первый вариант, второй вариант, третий вариант. Можете добавить свой вариант. В начале, как обычно, пишите текстовку. То, что вы хотите задать, какой вопрос. Для того, чтобы ваши зрители могли ответить. Сейчас исправлю для спонсора, чтобы никто не видел пока на данный момент, пока мы с вами тренируемся. Вы будете делать в открытом доступе это, не как у меня. И сейчас я перезагружу. Вот такой примерно у нас опросник идет. Ну, тут видите, вы уже сами составите. Я просто тут сделала каляка. Чтобы не занимать ваше время. Подожди, а куда ты нажала? А здесь внизу есть квадратик. Где нужно нажать? Куда нажать, чтобы написать комментарий? Внизу здесь есть такой флажочек, как бы немножко. Не флажочек, а как бы такое окошечко. Где лайк, вот тут с левой стороны. Двигайтесь правой стороны. Но с правой стороны здесь есть такое окошечко небольшое. Вы на него нажимаете, и там можно писать комментарий. Вот стрелочка здесь обозначаю я. Сейчас я удалю это, чтобы не мешало вам. На этом мы закончим. Таким образом это все делается. Класс, супер. Слушайте, мне прям очень даже понравилось. Как Оля сейчас рассказала. Я даже думаю, что когда я куплю телефончик, то у меня уже в голове есть знания. Я уже буду знать, какие кнопочки чего нажимать. И очень даже быстро с этим совсем справлюсь. Так, ребята, делитесь, пожалуйста, как вам понравилось. Объяснение. Оля, все ли вам было понятно? Если остались вопросы, пожалуйста, пишите свои вопросы. И мы будем очень рады, если вы напишите, что еще бы вам хотелось знать по поводу продвижения на Ютубе без затраты денег абсолютно. То есть как сделать так, чтобы мы друг другу могли помогать продвигаться на Ютубе. Будем очень рады вашим вопросам. Всем пока-пока. Пока.